Пасха Вот очень хорошо, что вы вспомнили о Великом Посте в связи с праздником Пасхи, потому что одно связано с другим. И не случайно традиция церковная предполагает перед праздником Пасхи многодневный пост. Цель поста заключается в том, чтобы человек изменился. Для этого предлагаются определенные средства воздержания от пищи, определенной пищи, молитвы, покаяния, добрые дела. Вот эта перемена очень важна. Каждый знает по себе, что радикально он не может измениться даже за время поста. Радикально нужно менять себя в течение всей своей жизни. Но во время поста происходит самое главное. Человек, который концентрирует внимание на внутренней своей жизни, начинает хоть немножко разбираться в том, что происходит в его душе. И вот если в результате этого самоанализа под контроль берутся какие-то определенные слабости, грехи, искушения, то это уже большая победа. А Пасха венчает собой этот труд духовный. И когда мы слышим замечательные слова «Христос воскресе, воистину воскресе», наши сердца наполняются радостью. Эта радость не является результатом внешнего эмоционального воздействия на человека, как, например, веселье в концертном зале или на какой-нибудь развлекательной площадке. Здесь эмоции совершенно другие, потому что радость идет от сердца, из глубины сознания. И свидетельствует о том, что в этот момент к человеку прикасается благодать Божия. И вот что нужно всегда иметь в виду. Как бы мы серьезно не работали над самим собой, как бы мы не ставили себя под строгий суд своей совести, как бы мы не напрягали свои силы, постясь, воздерживаясь от пищи, от развлечений, от искушений, нам никогда не удастся победить в себе слабости и грехи, если не помощь Божия. И в день Святой Пасхи мы торжествуем факт, что через воскресение Христа эта помощь нам не обещана, она гарантирована. Господь ради того, чтобы оказать помощь грешнику, пострадал, принес себя в жертву и воскрес. И через победу Христа над грехом, над дьяволом, мы обретаем возможность всегда опираться на помощь Божию. И спасаемся не своими усилиями, а спасаемся тем, что апостол Павел назвал благодатью. Благодатью вы все спасены через веру, и это не от вас, но Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Поэтому праздник Пасхи – это праздник великой победы Христа над грехом, а вместе с его победой и залог нашей победы над нашими собственными грехами, в личной, в семейной, в общественной жизни, в жизни всего человеческого рода. Но вместе с тем известный философ Бердяев и люди, воцерковленные люди, часто эти слова вспоминают, сказал, что у Бога меньше власти, чем у полицейского, чем у солдата или банкира. И когда мы видим свидетельство отсутствия должного смирения по количеству конфликтов, воин противоречий, люди задают вопрос, а Бог ли управляет сегодня миром? – Очень хороший вопрос и замечательная ссылка на Бердяева. Все зависит от того, с какой точки зрения вы смотрите – на самого себя, на мир и на Бога. Если вы с точки зрения утилитарной смотрите, того, что происходит каждый день, ну, конечно, у полицейского, особенно у того, который останавливает наши автомобили на дороге, ну, власти как бы больше, чем у Бога. Вот он взял, поднял жезл, вы остановились и должны поплатить штраф или будете иметь неприятности. Ведь такого радикального и такого явственного явления власти не происходит в наших отношениях с Богом. Но для того, чтобы понять, что Бог – господин истории, Он – Творец мира, нужно вспомнить некоторые очень важные эпизоды из Библии. Вот нарастал грех, сломаны все нравственные системы ценностей. Что Бог делает? Он смывает человеческую цивилизацию волной всемирного потопа. Сейчас ученые спорят, было ли бы это глобальная катастрофа или локальная, но в любом случае эта катастрофа покрыла собой тогдашний цивилизационный мир. Вот сообщество людей. Но мы знаем и о других наказаниях Господа, когда Он вторгается в историю локально. Содом и Гоморра, огонь и серо, попаляют тот самый грех, который сейчас, кстати, в так называемых христианских странах легализуют. Забывая о том, чем кончилось попустительство этого греха, Господь уничтожает Содом и Гоморра, вторгается в историю. Сегодня не пишется Библия. Сегодня Господь не дает никому силы, духа, чтобы выразить его мысли, его слова, его волю. Но если бы Библия писалась на протяжении всей истории, то было бы множество свидетельств о том, как Бог вторгается в человеческую историю, чтобы пресечь грех и чтобы поддержать праведность. Ну и в конце концов, Бог всегда одерживает последнюю победу. Был такой способ общения, когда священники вступали в открытую дискуссию с людьми неверующими. И вот один из священнослужителей, такой архимандрит Михаил, сказал замечательную вещь, обращаясь к атеистам. Да, вы побеждаете. Вы побеждаете. За вами победа. Но после вашей победы всегда будет победа Бога. Он одержит последнюю победу. И то, что произойдет в конце истории, это и будет последней победой Божией. Поэтому мы, христиане, живем именно в контексте священной истории, что очень важно. Мы не смотрим глазами обывателя, который оценивает, у кого больше власть, у полицейского или у Бога. Мы чувствуем сердцем на опыте своем, на религиозном, реальное присутствие Божие в нашей жизни и в истории. И что самое главное, и это очень важно сказать именно в связи с Пасхой, христианин не может быть не оптимистом. Потому что победа за Христом, он ее уже совершил на кресте и в воскресенье. А дальше дается время людям, до второго и страшного пришествия, чтобы одумались, в себя пришли. То, что называется, мобилизовали свои силенки. Все, что можно, сделали для того, чтобы быть ближе к Богу. Но победа, последняя победа, всегда за Христом, всегда за Богом. Иначе история лишается своего смысла. Я хочу вас спросить про чувство ответственности человека перед Богом. То есть про то чувство, которое определяет во многом повестку дня каждого из нас. посоветуйте, как взрастить в себе это чувство и самое главное его сохранить? Ну, во-первых, все-таки нужно понимать, что означает быть христианином. От этого все происходит. А что это такое будет в 21 веке христианином? Ну, я бы начал, может быть, с истории опять-таки. Был Ветхий Завет. Вот Бог заключил такой завет с Аврамом. И он сказал ему, за твою веру и верность ты получишь много материальных благ, ты будешь богатым, но самое главное, увеличится твое потомство. Ты все будешь иметь, но твое потомство увеличится. Но ты должен быть верным мне. И Авраам, как известно, сохранил эту верность, даже пройдя через то искушение, через которое его Господь провел. В связи с требованием принести в жертву единственного сына. Вот это Ветхий Завет. В ответ на веру и верность народ получает силу. Что происходит в христианстве? В Ветхом Завете, для того, чтобы соблюдать закон, появилось огромное количество различных предписаний. Сотни предписаний. Я как-то спросил очень правоверного иудея, говорю, а сколько у вас предписаний, которые нужно исполнять, для того, чтобы спастись? Он сказал, никто не знает, это очень много. Может, какие-то только очень мудрые раввины. Вот Христос как бы облегчил решение этой задачи. Он все это огромное количество предписаний свел к 19. 10 оставил из Ветхого Завета заповеди Моисея и 9 заповедей блаженства. Но эти предписания касаются самого главного. Они касаются внутреннего мира человека. Вот если говорить о Новом Завете, Новый Завет, «Сия чаша моей крови, за вас изливаемое восставление грехов», то, что сказал Господь во время Тайной Вечери, Он скрепил этот Завет своей кровью. И приучаствуя в этом Завете, а христианин – это участник Завета, это участник соглашения с Богом. Когда мы крестимся, когда мы вступаем в церковь, мы вступаем в это соглашение с Богом. Мы обязуемся исполнять Его закон для того, чтобы получить, не получить большое количество населения или материальные блага, а для того, чтобы получить жизнь вечную. Сила христианского Завета в том, что Он обновил, высветил подлинную сущность Ветхого Завета и ввел людей в новые отношения с Богом. А через это и определил ответственность человека. Наша ответственность заключается в том, чтобы оставаться верным Божьему Завету, Новому Завету. Я хочу уточнить по поводу ответственности. Во все времена Церковь доносила мысль, что вовсе не человек является мерилом добра и зла, а морально-нравственный регламент, данный верой, культурой. Но даже оставляя, подразумевая эту константу, эту постоянную, сам человек меняется. Меняется время. А как меняется Церковь со временем? Вот задача Церкви заключается в том, чтобы сохранять этот Завет между Богом и человеком. Новый Завет. И поэтому Церковь предполагает осуществление некой консервативной функции. Консервация, сохранение. Мы должны сохранить ценности, которые в этом Завете Бог передал людям. И поэтому все, что касается перемен в жизни Церкви, имеет отношение только к внешней стороне церковной жизни. Ну, например, то, что определяется культурой людей, музыка, тексты, если говорить о богослужении, внешняя обрядовая сторона, она меняется не только от времени к времени, что очень легко проследить, изучая историческую литургику, то есть как развивалось богослужение. Но оно меняется от народа к народу. Вы приезжаете в Грецию, там несколько иные обряды, чем в Россию и так далее. Но, кроме того, Церковь, конечно, призвана актуализировать то послание, которое она приняла от самого Христа через святых апостолов. А это означает изменение языка, категории мышления. Мы с вами говорим так, как с вами бы не стал говорить иерарх в 18-м или даже в 19-м веке. были бы другие слова. Поэтому актуализация церковного послания это постоянно меняющийся культурный фактор церковной жизни. И очень важно помнить, что в церкви не может быть каких-то искусственных реформ и изменений. Вот иногда нас подталкивают светские люди, мало воцерковленные, к тому, что вот нужно это изменить или другое изменить. как иногда меня лично подталкивают к тому, чтобы я делал комментарии на политические события, на все то, что происходит в мире и в стране. Для вас это сложный выбор, делать или нет? Для меня никакой проблемы нет откомментировать, но я комментирую только то, что имеет реальное отношение к миссии церкви. А миссия церкви есть спасение людей. Церковь призвана ограждать ценности Евангелия, передавать их из поколения в поколение, актуализировать эти ценности, а значит, в соответствии с этим менять свой язык, менять категории мышления, изменять формы богослужения, но не искусственным образом, а в связи с общим развитием культуры. И вот эта сторона церковной жизни подвергается изменениям. А все, что касается сохранительной функции, вот это изменение подвергаться не может по определению. Я хочу сейчас Ваше Святейшество задать вопрос, который, как мне кажется, очень актуален. Вот это соответствие церкви к сегодняшнему дню, при этом сохранение консервативных ценностей, оно порой неверно понимается обществом и даже встречает встречное сопротивление, характеристику насильственной клирикализации. Как в этой связи можно консолидировать людей, даже тех, которые подвержены агностическим настроениям? Церковь, собственно говоря, и призвана объединять всех. У нас нет врагов. Ни агностики, ни атеисты это не наши враги. Вы, наверное, обратили внимание на то, что церковь не борется сетлистами. Она никогда не выступает против конкретных личностей, никогда не оскорбляет людей по их антирелигиозным убеждениям, потому что задача церкви заключается не бороться с людьми, а делать все для того, чтобы спасти этих людей. Я вот недавно обращаясь к одной аудитории, где присутствовали наши священники на одном из собраний, говорил о том, что я против участия священников в теледебатах. Почему? Не потому, что нам нечего сказать, а потому, что сам жанр предполагает конфликт. Теледебаты это дуэль, как иногда и называют прямо там дуэль у такого и такого ведущего. Так и есть. Люди сталкиваются и задача заключается в том, чтобы победить противника. Для этого используется все от голосовых связок и от жестов до интеллектуальных аргументов. Последнее, кстати, чаще всего очень слабое. А больше всего это эмоциональное воздействие. Вы порой до лицемерия. Конечно, потому что эмоциональное воздействие влияет ведь не только на противника, оно же влияет и на аудиторию, оно и определяет рейтинг, кто кого переговорил, что в результате получается. Потом высвечиваются цифры. Один там на 20, на 30, на 40 процентов больше имеет симпатии, чем другой. Представьте себе, что вот так выигрывает дуэль священник. А что происходит в душе человека, которого он победил? Он его навсегда отталкивает от церкви, от веры. Он превращает его в врага. Он его выставил на посмешище. Он доказал свою силу, интеллектуальное превосходство, если это произошло. Но он душу человека погубил. Поэтому задача церкви заключается не в том, чтобы бороться с людьми, а чтобы помогать людям. Вот это главное, доминанта нашего служения. И распространяется такой подход, как я уже сказал, на всех, на верующих, на неверующих, на правых, на левых, на демократов, на коммунистов, на всех. Я хочу тогда задать вопрос, в котором вектор идет как раз от людей, которые вас сейчас слушают и пытаются внимать, формировать свою повестку дня. Чтобы построить новое общество, нужно начать построение самого себя нового. как победить кризис института семьи, то есть, другими словами, кризис любви. Что в этой связи может и должна сделать церковь, но вместе с тем, чтобы не получить встречное обвинение в церковном диктате или вмешательстве в личную жизнь? Ну, дело в том, что, опять-таки, этих обвинений не избежишь. если встречаясь с людьми, которые, допустим, ну, нарушают супружескую верность, живут двойной или тройной жизнью, священник говорит о том, что это плохо и что так жить нельзя, то он поневоле в определенном количестве случаев становится человеком неприемлемым для того, кто живет такой жизнью и кто не хочет ее менять. В каком-то смысле проповедь церкви всегда несет в себе конфликт. А разве Господь не сказал, я принес меч? Слово Божие никого не оставляет безразличным, если человек просто серьезно желает воспринять это послание. Всегда конфликт. Почему? Да потому что Слово Божие несет правду, а мы живем не по правде. Вот так и возникает мифологема, клерикализация, вмешательство церкви, почему они нас учат. Да не вас учат, а проповедуют. Никого не принуждают, но говорят то, что обязаны сказать в силу своего призвания. А тогда посоветуйте, как распознать действия этого меча, как вы говорите, особенно людям невоцерковленным или тем, кто делает только первые шаги навстречу церкви, навстречу вере. С одной стороны, они могут понять, что это есть церковный диктат и регламент, которому они, может быть, подчинятся. Если они не хотят, то не готовы сейчас. А с другой стороны, это рельсы, которые помогут им себе исправить. А как распознать? Есть в богословии такой раздел условия богопознания. То есть познать Бога человек может тогда, когда соблюдаются определенные условия. Должен сказать, что несколько такой искусственный раздел. В жизни все гораздо сложнее. Но что-то из этого раздела я сейчас вам как бы так вот приведу в пример. Есть замечательный текст в Священном Писании «Взлохудожную душу не внидит премудрость и не обитает в теле по винным греху». То есть если человек живет во грехе, если это стало его природой, то никакое Слово Божье, если не будет особого воздействия Господа на такого человека через страдания, через горе, когда вдруг все меняется, вся система ценностей переворачивается. А если он живет простой комфортной жизнью, в его злохудожную душу не войдет премудрость, потому что она не может совместиться с личностью, которая живет по закону греха. И поэтому всегда есть протест со стороны определенных людей. Но вот что важно сказать. Протест то протест. Но есть такое удивительное явление в каждом из нас. Такое ничем не объяснимое. Никакой материализм не может этого объяснить. все материалистические объяснения выглядят смешно. Что это? Совесть. Марксисты объясняли так. Совесть есть результат воздействия среды. Одна совесть у буржуа, другая совесть у пролетариата. Но мы-то знаем, что это не так. Совесть это мучаются и банкиры, и предприниматели, и простой рабочий. И в Америке, и в России, и в Германии, и в Африке. Это универсальное явление, универсальное понятие. Как Кант отверг все схоластические доказательства бытия Божия, но остановился на этом и сказал, что нравственное доказательство, присутствие нравственного начала, которое познается через горло совести, является самым сильным доказательством бытия Божия. Так оно и есть. С этим не поспоришь. Так вот, когда вдруг под воздействием слова Божия, которая рассекает подобно мечу, вдруг у человека начинает говорить совесть, это и есть акт обращения. Он жил совершенно другой жизнью, он ни о чем не думал. И вдруг какое-то слово, сказанное или прочитанное, или даже увиденное с экрана, преобразует человека. Совесть начинает говорить. И с этого момента он вступает на путь поиска смыслов. которые могут привести этого человека действительно к спасению, к принятию того, о чем мы говорили, Нового Завета. Если почитать реплики верующих в тех же социальных сетях, складывается впечатление, что мы все верим во множество богов, и у каждого бог свой. Для кого-то бог это строгий судья, и никак иначе причем. а для кого-то это такой всепрощающий булгаковский ганоцри. И вот в этой истории, если наши судьбы расходятся с представлениями о том, что может, а может должен делать бог в нашей жизни, как мы это себе говорим, бог должен нам помогать. Так вот, если эти представления расходятся, в нашей вере появляются трещины. Вот как в этом контексте веру не потерять? Потому что многие еще до сих пор воспринимают церковь как малахитовую шкатулку. Вот бог тебе свечка, а что взамен? Совершенно верно. Но я бы так сказал, что в первую очередь нужно отталкиваться опять-таки от того, что сам бог о себе сказал. Бог сказал, что он любовь. Если кто-то считает, что он грозный судья, то тоже прав. И вот возникает вопрос, а как совместить любовь и грозного, не грозного, а праведного судью? Ну, пример очень простой. Ведь настоящие хорошие родители любят своих детей, но это не значит, что они все попускают. И когда-то нужно потребить может быть и наказание для того, чтобы остановить ребенка от опасного поступка. Вот Господь так же себя ведет с нами. Он, конечно, нас любит. Если бы это было не так, то бы давно сера пролилась бы не только на Содом и Гоморру. Он нас любит. Он нам постоянно дает шанс. Он нас поддерживает, когда мы обращаемся к нему с молитвой. Но он нас и останавливает. Иногда внушением, которое мы получаем, в том числе и во время молитвы, а иногда и скорбями. Скорби это ведь школа жизни. Ведь возьмите все творчество Достоевского, через страдания человек возвышается, растет. Святые отцы говорили, если человек не болеет, от него Бог отступился. Болезнь здесь в широком смысле слова. Если у человека все благополучное, не отступился ли от тебя Господь? Не предал ли он тебя самому себе? Не превратился ли ты в осенний лист, оторванный от дерева, который несется по воле ветра, думая, что он свободен и благополучен, а на самом деле он игрушка в руках стихии. Так вот, речь идет о том, что Господь вмешивается в нашу жизнь и корректирует наш полет, но только не нарушая нашей свободы. Он все знает, он знает, чем закончится этот полет. Но сам человек летит. Не Бог его управляет, направо или налево ему повернуть. Вот это довольно сложная идея сочетания промысла Божия со свободой человека, она объясняется именно таким образом, что Бог, конечно, знает, и Бог имеет власть повлиять, и Бог знает, чем кончится вообще вся человеческая история. Но в рамках этого божественного знания и в рамках этого промысла мы свободны в каждый момент времени избрать одно или другое. Помогите найти точку пересечения понятий свобода, о чем вы сказали, человек летит, и ответственность. Вот это ключевые два понятия, которые никогда нельзя употреблять в отрыве одно от другого. Иначе происходит внутреннее разделение, а если говорить совсем понятным для людей языком, шизофрения, раздвоение личности. К ответственности нас призывает закон, внешние обстоятельства, и с другой стороны свобода человека. Вот если мы, будучи свободными, считаем, что мы можем поступать как хотим, кроме случаев, когда нас ограничивает закон, вот тогда мы живем внутренне раздвоенной жизнью. Мы с одной стороны свободны, а с другой стороны мы тяготимся ответственностью. Мы не желаем исполнять то, что часто требуют от нас обстоятельства и люди. Человек обретает полноту жизни тогда, когда эти два понятия входят в его реальную жизнь. свобода без ответственности, это уже как бы даже заезженная такая фраза превращается в произвол. Человек, живущий по закону инстинкта своего собственного, по своему хотению, становится социально опасным. Ни один закон не может отрегулировать отношения между людьми, если они сами того не желают. мы же это хорошо знаем. Человек свободен, он может жить так или иначе, но если он снимает с себя всякую ответственность, то он превращается в человека внутренне разделенного, не способного иметь внутреннюю гармонию, потому что эти две разнонаправленные силы будут разрушать личность человека. Вот так происходит сегодня в современном обществе. Вы посмотрите, свобода ставится на первое место. Человек автономен, он сам может определять, что такое добро и зло. Он ответственен только перед самим собой. А что в результате? В результате нарастания личных семейных конфликтов, разрушения института семьи, колоссальные социальные конфликты, которые нарастают буквально с каждым годом. Это не в масштабах одной из какой-то страны, масштабах планеты. Потеря ответственности это потеря человеком способности к пользе использовать свою свободу. Вот почему мы и говорим, что свобода и ответственность это два понятия, которые ни в коем случае нельзя разделять. Иначе жизнь по двум стандартам. Ваше Святейшество, в этом году отмечается 1025-летие крещения Руси. Почему эта дата важна для церкви и чего вы ждете от юбилейных торжеств? Ну, как вот факт личного крещения является очень важным для человека. Начало жизни со Христом, начало Нового Завета для каждого человека. Вот таким началом Нового Завета для всех нас явилось крещения в Киевской Купеле. Это очень важно с точки зрения мистической, духовной. С этого дня начался отсчет нашей священной истории, нашей истории отношения с Богом. Но кроме того, ведь крещение было очень важным цивилизационным фактом. Крещение открыло огромные перспективы для культурного роста наших народов, для создания некой цивилизационной общности восточных славян. И поэтому полагаю, что этот праздник помимо чисто церковного, духовного значения, который для меня является главным и решающим, имеет большое культурное и общественное значение. Кроме того, это дает нам возможность подумать о своей истории, о своем историческом пути, о своих общих корнях, которые произрастают из этого замечательного события. Ну и может быть как-то в хорошем смысле слово духовно повлиять на умонастроение наших современников. У нас, к сожалению, остается немного времени. Я попрошу вас сейчас обратиться к православным верующим Украины. Ну, я хотел бы сердечно приветствовать всех украинцев, которые празднуют День Святой Пасхи, пожелать вам, мои дорогие братья и сестры, мира душевного, радости в сердце, семейного благополучия для тех, кто живет семейной жизнью, а тех, кто одинок, спокойствие душевного, способности предавать себя в руки Божии, никогда не терять надежды и никогда не роптать на Господа. Пусть силой воскресшего Спасителя обновятся наши душевные силы и наша вера. И пусть благословение Божие пребывается всеми вами. Благодарю вас, ваше святейшество, Христос воскресе. Воистину воскресе. И позвольте вам пожелать помощи Божией и каналу Интер в ваших трудах.